Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Здравствуйте! Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Здравствуйте! Да, действительно, Владимир Сметанин, Елена Овчинникова и наши гости. И наши гости. Давайте сразу представим. Члены общественной палаты Кировской области Николай Пихтин. Добрый день! Юрий Шлеминзон, кроме того, что еще и член общественной палаты, еще и генеральный директор и главный редактор телеканала «Рентовый Киров». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, действительно, непросто. Накануне Нового года ужасное событие. В Волгограде вся страна следит. Тяжело, да? Да. Я бы хотел высказать слова соболезнования семьям погибших и родственникам, которые погибли в эти два дня страшных, по событиям, которые прошли в городе Волгограде. Да, присоединяюсь. Действительно, ужасная трагедия. Нет, вообще это безобразие. Вы знаете, у меня давно и как-то активно складывается ощущение, что эти люди совершенно четко знают, когда побольнее ударить. Вы знаете, бывают люди ссорятся, бывает спорят, бывает, что вот переходят на какие-то, знаете, вот на самые болезненные удары друг к другу. Я просто знаю о том, как сама была свидетелем, и мы работали с ребятами, когда я была в военной командировке. В ночь с 31 на 1 молодые пацаны вышли в дозор, и на них были брошены несколько отрядов, но они называли себя какими-то волками, они завывали чудовищно. И я видела этих пацанов, ну, совсем мальчишки из разведки, и вот как они пережили вот эту атаку. И один мальчишка рассказывал, он почему-то очень четко помнил суть происходящего, он слышал, как из окопов, из соседних отстреливаются его друзья, потом автоматы затихли, и он почему-то подумал, что все погибли, он остался один. Это было чудовищным для него стрессом. Для меня все вот это вот общение, они все выжили, кстати, к слову сказать, вот, они почему-то бросились в терек, в общем, их выловили, спасли ребята, да. Вот, и я почему-то очень хорошо запомнила из той чудовищной ситуации, с которой тогда столкнулась, именно то, что это происходило в ночь с 31 на 1. Ну, что ж не отмечается-то, что ж не празднуется-то, что ж безобразие какое-то. Вот, действительно, очень тяжело все это. Ищут слабое, самое слабое. Да, 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 самое слабое, но с другой стороны, вот, опять же, мне сегодня в голову пришла мысль, простите, подняли зарплату нашим правоохранителям. Ведь не для того, чтобы они расслабились в канун Нового года. У них не может быть расслабления ни в один из дней года, правильно? Да. Почему уже один теракт совершен, почему, как допустили второе обычно, знаете, что-то произошло, все же ощетинились, а тут бак, безнаказанно, второе происходит. Чудочная история. Ну, давайте, мы, несмотря на такой тяжелый день, такое тяжелое утро... Сейчас, да, пытаются дать картинку того, что происходит в Волгограде. Действительно, там, видимо, царит такая всеобщая паника, всеобщий ужас. После сегодняшнего взрыва в троллейбусе люди отказываются пользоваться общественным транспортом. Представляете, вот если в нашем городе, да? Я могу вам сказать, что, знаете, после теракта в московских метро моя дочь перестала ездить в метро. Она до сих пор испытывает чудовищную панику перед метро. Вот, поэтому я людей... Да я бы сама не знаю. Я бы, наверное, из дома-то не вышла. Да, тяжелое состояние. Тяжелое состояние у людей. Да и находясь дома ведь тоже не застрахован. Володя, мы договорили до того, что жить вообще-то опасно, и от этого можно умереть. Поэтому давайте, дабы мы сказали слова соболезнования, но у нас уже работа впереди. Мы гостей своих озвучили. Давайте будем озвучивать тему. Тема у нас подготовлена раньше, поэтому она... Главное, не озвучивать те четыре слова. Да, главное, не озвучивать те четыре слова, хотя очень хочется сказать. Особенно по поводу этих событий. Особенно по поводу этих событий, особенно производное таких слов в адрес тех, кто это совершил. Я думаю, что да. Но уж поскольку с законом сказано нельзя, мы даже мысленно не будем это произносить. Итак, тема у нас сегодня имеет самое непосредственное отношение к СМИ, ко всем СМИ. Спустя много месяцев стало известно о том, все-таки какие нецензурные слова в СМИ у нас запрещены. Во-первых, никому еще ничего не стало известно. Давайте не будем так говорить. Вот давайте, Володя, я тоже не поняла, почему через много месяцев говорит о том, что закон должен быть опубликован. Его, ну, будем считать, чтобы опубликовали. Ну, вот кто-то... Не, подождите, это же не официальное. Нет, он должен быть опубликован в официальном уровне. В официальном, да. А это все, это на темы закона мы тут и... Ну, вот совершилась, как бы, неприятная вещь, да. И как добросовестный судья при обращении к правонарушителю, что он будет говорить? Давайте мы все-таки назовем тему. Закон определил четыре... Роскомнадзор. Роскомнадзор, не закон. Не закон. Роскомнадзор определил три слова, да? Четыре. Четыре матерных слова, которые... Нецензурных. Которых невозможно... Давайте аккуратнее. Это разные вещи. Нецензурные. Это, которые оцензурированы. Которых невозможно произносить и написать в средствах массовой информации. Причем не только в самих СМИ, но и в комментариях, которые могут сопутствовать к публикации. Это касается электронных СМИ. То есть, да, электронные СМИ все подчеркнули. То есть, вот это у нас тема, да? Я здесь пояснение такое внесу. Очень многие не знают, что далеко не каждый сайт является СМИ. Далеко не каждый. Даже у печатной газеты, например, СМИ, которая зарегистрирована в официальный сайт, может быть не являться СМИ. В нашей телекомпании сайт не СМИ. Погодите, ребят. Вот давайте... Если же у вас обновился сайт. Почему сегодня... Вот почему сегодня мы собрали такое большое количество людей, знатоков, специалистов, для того, чтобы разобраться? Первое. То есть, не все сайты являются СМИ? Да. И как к ним? К ним закон не распространяется. Не распространяется. Только личная культура редактора. Внутренняя цензура модерации. О которой много говорят. Внутренняя модерация своя, да. Внутренняя своя политика. Я все время вспоминаю о субъективности журналистов, модераторов и так далее. А что делать? Да-да-да. Это их право. Это их право, да. Это их собственность. Вот. Поэтому, значит, смотрите, мы сейчас будем говорить только об электронных СМИ. Которые официально выходят из четырех слов. СМИ. Все остальное, что не является БРЭССой, мы вычеркиваем. Конечно. Давайте озвучим номер наших телефонов. Я думал, обозвучим. Все четыре слова. Их производные. 708-502. Как вы относитесь к тому, что вот такой запрет на нецензурную лексику в СМИ у нас существует в стране? 708-502. Номер для СМС 8909-720-101. У нас еще есть опрос на нашем сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Если вы читаете новости в интернете, и у вас появилось желание прокомментировать вот эту публикацию. Давайте хотя бы озвучим, что Роскомнадзор написал. Нет, это опрос. Это опрос. Люди не будут знать, как это поставлено очень классически. Как сформулировано. Я по поводу опроса. Четыре варианта ответа. Принципиально никогда не матерюсь, стараюсь не употреблять нецензурную лексику, используя нецензурные слова и не вижу в этом ничего страшного или не пишу комментарий. На данный момент у нас лидирует вариант ответа номер два. То есть стараюсь не употреблять нецензурную лексику. Нет, ну потому что здравомыслящий человек всегда найдет по любому самому тяжелому состоянию сообщению, эмоциональному ряду, он всегда найдет, как подобрать такие слова, чтобы сказать, но не употребляя уже запрещение. Ну на самом деле не все так до конца запрещено, вы так не пугайте население. В те новости и сайты, которые стоят со знаком плюс 16 или телекомпании со знаком плюс 16, которым является телекомпания РЕН-ТВ, у нас после 21-го часа можно употреблять эти слова. Ну в контексте, не просто сидеть некоторым подрядом. Вот одно из тех слов, с которым Гаустян вышел на экраны, это слово ОПА. Вот это не запрещенное. Уже все эксперты сказали, что это очень литературное слово. Да, ни в коем случае не чрезвычайно. Ну опять же, отсылаясь к Гаррику Бульдогу Харламову, он все время говорит, что это самое смешное слово. Это в рамках этого канала действительно самое смешное слово. Дальше там уровень интеллекта тяжело поднимается. Нет, вот можно я скажу такую вещь? Кстати, я хочу сказать, что я совершенно случайно, извините, что я вас перебила, узнала, что Николай Анатольевич яростный противник любого использования цензурных, матерных выражений. Да, о чем он неоднократно говорил. Ну кроме того, как молотком по пальцу ударишься, остальное все... Да, полностью так оно и есть. Я о чем хотел сказать. Я вот порой высказываюсь по поводу двойных стандартов. Вот когда человек, журналист, допустим, диктор, выходит покурить в перерыве и несется сплошной мат, а потом выходит на эфир и не матерится, это двойной стандарт. Ты, если уж там материшься, выходи и в эфир матерись. Или вообще не матерись. Или вообще не матерись. Нет, совершенно не обязательно. Вы знаете... Ну вот, нет, вот я так считаю. Это мне не Николай. Это я так считаю. Вот двойной стандарт. Давайте уж. Если не материться, то нигде не материться. Да, даже в колуарах. Ну, вы знаете, очень часто бывает красивая женщина, а в голове ноль. Но она, однако, диктором работает, работает, потому что она красивая, потому что у нее дикция. А то, что в голове ноль... Теперь давайте всех отсекать по такому. Нет, почему? Я же не говорю отсекать. В этом случае она должна сказать, да, у меня двойные стандарты. Вот и все. Ребята, так-то я матерюсь. Да, у меня черная душа. На сегодня ни за что. Нет, а в эфире не буду. Ну, так-то это дорогое удовольствие теперь будет. Ну, да, я про это же и говорю. Не у всех зарплаты диктора хватит. Вот, значит, смотрите, мы начали говорить о том, что есть неэлектронные, в смысле, не СМИ-издания, да, их вообще не будут никак периллюстрировать, вообще ничего, никакой ответственности не подпадает. Нет, нет, нет. Вот Юрий Львович, я почему обращаюсь, Юрий Львович сказал, у вас не СМИ, ваш сайт не СМИ. Нет, телекомпания СМИ, а сайт не СМИ. Ну, то есть, ежели ты хочешь что-то сказать бодренькое и энергичненькое... Прибегайте на сайт РНТВ Хиров и... И кроши, да. Сколько позволяет тебе твой уровень воспитания. Нет, вот, а у меня, вот смотрите, у меня такое впечатление, что, в принципе, уровень-то ведь того, что пишет человек, вы знаете, его не заставишь ни законом, его не разубедишь как-то. Понимаете, это мама и папа и заложено. Конечно, ну вот вы смотрите, на самом деле в СМИ, вот, если мы не будем брать сайты, да, ну, в эфире телекомпании, радиостанции, ну, не сезонной речи нет. Ну, ее нет. Если там, ну, элементы интершума с запикиванием происходит, ну, на самом деле ее нет. Но когда мы идем по улицам нашего города, как у нас общаются определенные лица, молодежь, при том, когда я... Юрий Львович, давайте так, определенные лица, запятая, молодежь, запятая, дети, запятая. И другие, да? Вот, да. И когда я спросил, вы почему материтесь? Ну, нет такого события, что... А мы, говорит, просто разговариваем, мы не материмся. То есть даже они не осознают, что это мат. Это такой стал обиход в современной жизни. Большинство, поверьте, вот я общаюсь, гуляю там с собаками, не с собаками, а с молодежью. Вот останавливайся, вот просто стоит это словосочетание. Мы с вами, Юрий Львович, все дело в том, что как бы... Ну, ладно, бог с ним, извините, я перебила, продолжайте гуляя с собаками. Я отвлеклась на звонок телефона. Гуляя с собаками, молодежь, вы слышите. И вот говорят для связи слов, или просто, да? Просто фразу эту родил, по-моему, незабвенный Розенбаум. Он так и сказал, мы матом не ругаемся, мы им разговариваем, да. И действительно, вот мне, допустим, иногда бывает прикольно, когда человек-виртуоз. Слушаешь? Ну, да, есть такие четверостищие, мне даже говорят. Нет, вот Розенбаум, он разговаривает действительно исключительно матом. Вот, я сама... У него, знаешь, я общался не один раз. Вы общались с ним? Вот, правда, и мат я не слышал. Это где за кулисами? В кулуарах? Конечно, да-да-да, в тёплой компании. В тёплой компании. Даже вот в компании, под рюмочку. Но не было мата, честное слово. Это очень смешно. С моей стороны, без его? Нет, вот, допустим, когда я слышала, я просто, допустим, я могу на помощь Руслана Мамедова пригласить, который действительно... Ну, мне не надо, я сам с ним общался, поэтому... Ясно. А давайте вернёмся всё же к СМИ. Дело в том, что вот интересный момент я какой для себя вижу. Первое. Фактически получилось, что если на сайте, допустим, который зарегистрирован как СМИ, начинают в комментариях материться, то комментатор сам никакой ответственности не несёт, а несёт сайт. Это неправильно. Всё же должен нести ответственность комментатор. Или хотя бы как-то вместе с сайтом он должен нести ответственность за то, что написал. Николай Анатольевич, а я вам поясню. Для того, чтобы комментатор, допустивший запрещённые слова и мат, и нецензурщину, и уничижающее оскорбление, вы понимаете, его ведь надо найти. А искать его будет кто? Технически. Отделка. Довольно сложно, да? Нет, нет, это понятно, безусловно. Поэтому исключает полицию из этого, как бы, вот, делаемого взгляда. Дальше я к чему хотел подвести, в этом случае по СМИ возможны провокации. Вот кто-то заходит на сайт и начинает матом сплошным крыть, оно где-то пройдёт, Роскомнадзор увидит, и могут быть хорошие последствия. А давайте огласим, что по этому поводу написал Роскомнадзор. Насколько я понимаю, фраза достаточно такая расплывчатая, и там написано. Могу прочитать. Если в течение года, да? Да, давайте начнём со списка слов. Нет, подождите. Нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутанного поведения. А также все образованы от этих слов языковые единицы. Вот я тут запуталась. Нет, я запуталась. Для обозначения женщины лёгонького поведеница есть много слов, которые я знаю. Много, да, но это Жарков только знает, мы не знаем. О котором из них мы сейчас говорим. Это только Жарков знали. Итак, давайте, значит, что говорит Роскомнадзор о том, что... Нет, это очень расплывчатая фраза. Если в течение года... Дважды. Дважды или более раз. СМИ будет замечено, да. СМИ будет замечено. Нет, вы не путайте. Чего это? Мы читаем. Не так. Вынесено два официальных предупреждения. Официальные. А, не замечено. А должно быть два... То есть вы... Нет, там написано два и более. Вам направили замечание. Вы должны его устранить. Если вы его не устраняете, оставляйте это. Вам выносится официальное предупреждение. А если нам не пишут? Если нет официальных предупреждений, и насколько быстро? Оно не возникнет тогда. Может продолжаться все. Нет прецедентов, да. Хорошо. Ну, это и сейчас за нарушение в эфире или в газете то же самое. Два предупреждения, только лицензия. Официальных предупреждений. Нет, ну вот прозвучало то, о чем я даже не задумывалась. Возможные провокации. Юрий Львович, к вам это не относится, потому что у вас хоть запишись в ваш сайт НИСМИ. Если только ваши ведущие скажут вот эти четыре слова в эфире, что, по-моему, исключается... В прямом. Да, в прямом эфире, что исключается вообще, да. Вот, то есть вы, как бы, и РАН-ТВ, оно не подпадает вообще под действие этого закона, ну, просто потому что этого не может быть. А вот, допустим, а в случае провокации, вот хотят насолить этой газете, и пошли, значит, в комменты, да. Вот, то есть мы уже сказали, что... Но не каждый сайт газеты тоже СМИ? Нет, ну она говорит, допустим, вот на сайт СМИ, который зарегистрировал. Который зарегистрировал. Да, я уже говорю, да. Специально, целенаправленно стали мат сплошной писать. Вот, да, сплошной мат. И это вот именно то, что вот Николай озвучил. Оно так и будет. Это подстава, это подстава, да, реальная подстава. С разбалтом, мне кажется, вот так и произошло. Модератор должен убирать, но главное убрать после предупреждения Роскомнадзора. Ну, подлость она потому и подлость, что не делается при свете дня, а в основном люди гадят друг к другу по ночам, в темное время. Ну, с утра, значит, Роскомнадзор вам сообщит, что надо убрать такую-то информацию. Помните, как там представители Роспотребнадзора приходили? Вот война между кафешками, между заведениями общепита. Очень часто жалуются одни на других, чтобы как-то вот задавить, загасить. Да, кстати, мы совсем недавно разбирали тему вот этого, да, конкуренции, когда одна кафушка стучит на другую, и у них есть какие-то вот, у них есть жесткие ограничения, по которым они просто вот не будут, да, там предпринимать какие-либо движения. А вот здесь они сами должны прочитать, должны сами увидеть, послать сообщения и уже лишение лицензии. Мы сейчас говорим об электронных СМИ, да? Почему? Любое. Вот нет, смотрите. А на радио еще хуже. А если в эфире сейчас позвонит сюда зритель, слушатель, и в телефоне, в прямом эфире начнет быть дел. Да, такое тоже бывает. И не вырежешь. Нет, конечно, не вырежешь. Вы потом не должны эту информацию оставить на хранение. На сайт не выкладывать. Ну, прозвучало прямой эфир. Вообще, за прямой эфир ответственность СМИ практически не несет никогда. За прямой эфир СМИ ответственность не несет. Так в законе прописано. Нет, подождите. Вот сейчас, я бы подчеркнуто. Я закончу свои мысли. Но если вы вот этот диалог положите на сайт после прямого эфира, то вас накажут, и это будет законно. А СМИ за то, что произошло в прямом эфире, если это не сделано сотрудниками самого СМИ, ответственности не несет. Ну вот, читая то, что я опубликовала или не опубликовала, то, что пишут о Роспотребнадзоре, я поняла, что вот это именно ссылка на то, что автор нецензурных слов, то есть тот, который пишет, тот, который произносит их в прямом эфире, не подпадает под наказание. А СМИ подпадает. Нет, наоборот. Вот тот, который произносит их в прямом эфире, его могут возбудить административное дело. Подождите, вот здесь я этого не увидела. Почему я сказала? Да, это из общего закона о СМИ. Мы эту тему обсуждали. На самом деле, эта тема уже всегда была в СМИ, в законе. Нет, я понимаю, но тогда вы понимаете, что идет противопоставление. То есть сейчас Роспотребнадзор говорит, тот, который, значит, делает это... Роскомнадзор. Роскомнадзор, тот, который, значит, вот написал, он не отвечает, отвечает СМИ. Вы говорите о законах СМИ? Мы говорим об ответственности СМИ. О комментариях идет в произъяснениях. Не в самом письме Роскомнадзора, а в произъяснениях. Они указывают, что учитывается и контент самого сайта, и плюс комментарии. Они на равных учитываются в этом смысле. Спасибо, вы меня запутали. Ну, когда пройдут первые дела, мы все раздавимся. Что значит, что рождение идет, учитывается контент, учитывается это самое. Если слово контент расшифровывается обыкновенно, это наполнение. Статья. Допустим, есть СМИ. Это вообще любое наполнение. Есть, есть. То есть водка в... Ой, простите, молоко в бутылке, это тоже контент. Молоко, контент для бутылки. Я имею в виду, что если сайт официально, как СМИ, зарегистрирован, так, у него есть свой контент, то бишь, статьи журналистов, редакционные статьи и так далее. Если в них мат проходит, это одно. Если в комментариях проходит, это тоже самое под норму попадает. Вот о чем речь. Я еще больше запуталась. Вот один Юрий Жукович улыбается, потому что я понимаю, что это вообще никак не касается. Вы не переживайте. Нет, почему? Есть сайты, на которых и в контенте, имеется в виду, в самих статьях идет мат. И такие есть. У нас же есть литературные произведения, в которых используется мат. Есть, конечно. Есть. Но если вы перепечатаете это литературное произведение, цитату из него в электронном СМИ... Даже забивая, как они дали разъяснение, даже забивая... То вы попадаете под действием этого распоряжения. То есть, фактически, та фраза, с которой начинается книга, это я, Эдичка, да, я вышла на балкон и так далее, дальше я уже не могу по закону, да. То есть, и что тебе... А, да, вторая фраза не очень понятна, потому что я варю борщ, и, собственно говоря, что-то с борща поехали, да. Значит, читайте в оригинале. И никому не пересказывайте, как я сейчас это попытаюсь сделать. Или на сайте, который не СМИ. Или на сайте, который не СМИ. А вот для меня немножечко непонятно, почему СМИ, официальному, зарегистрированному, по поводу сайта, почему его не зарегистрировать? Это чтобы Юрий Львович под удар попал. Я не знаю, но вступает вот в январе. Если вы делаете раньше ссылку на издание другое, да, ну, какой-то информацией, включая с матом она или без мата, то ответственности не несли. Теперь будем все нести ответственность по полной. То есть... Первый, второй или третий значения не имеет. Ты отвечаешь полностью за информацию, которая находится на твоем сайте СМИ. Вы знаете, вот смотрите... И не СМИ тоже тут как раз. Ой, как я жалею, что это поздно опубликовали. Вот смотрите... А нет. А как быть? Вот смотрите... Не материться. Один... Подождите, один очень... И всякую работу не перепечатывали. Один очень известный, вот, по странным причинам гражданин, именуемый себя то правозащитником, то еще кем-нибудь, вот. Вот однажды, давая оценку женщине, он написал про нее много слов, и вот там есть слова, которые вот запрещены. Вот. Сегодняшним, да, вот этим вот письмом. Вот. Газеты его процитировали, потому что, на мой взгляд, это цитировала я, да, на мой взгляд, вот этот человек, который позиционирует себя очень известным, очень правильным, очень... О, Господи. Вот. Он в частной переписке оценивает женщину. То есть, понимаете, вот, Николай, это то, с чего вы начинали. Если диктор матерится, стоя в курилке, то она или он, выходя в эфир, должны сказать, ребят, так-то я матерюсь. Но у меня новости, я без этого, да. То есть, понимаете, я хотела показать именно двойные... Плюс 16, моя матеря стоит, титра. Значит, я хотела показать именно вот эти двойные стандарты. И если бы я целиком не скопировала эту смс-ку, вот, понимаете, вот ущербность этого человека в уме, в языке, она бы была не видна и непонятна. А мне хотелось сделать этого. Мне хотелось показать, какой этот человек, извините за выражение... Но мы успели. Нехороший человек, но мы успели. То есть, а теперь этого сделать будет никак невозможно. Ну, почему невозможно? Возможно. У Юрия Львовича. Нет, почему? Вы даже на сайте СМИ, которая, как СМИ, публикуете все это, вот, как вы сказали, да, и ждете, когда Роскомнадзор на вас наедет. А после этого удаляете, и все, и вопросов нет. Не факт, что так произойдет. Да. Давайте мы уйдем на перерыв, потому что, да, чем дальше в лес, тем больше дров выходит. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот» 708-502. Говорим мы сегодня о том, что стал известен список нецензурных слов, которые нельзя публиковать в СМИ. Да на самом деле нет этого списка. Определил его Роскомнадзор. В этом вся беда, что его нет. Да, хотел уточнить, да. Нет, то есть... Поэтому действие закона, оно очень тяжелое. Юрий Львович, Юрий Львович, мы очень часто заходим в ситуацию, когда вот ваши слова некоторые люди могут воспринять как руководство к действию. И поэтому я сейчас, значит, сижу и думаю, а не говорит ли Юрий Львович Лемензон о том, что, значит, да, пока закон, пока вот это, или что это будет, да, пока не будет официально опубликовано. Пишите, ребята, сколько вам влезет. Вот все эти четыре слова, можете через запятую, можете еще как-то, или это по-другому? Нет, сегодня прозвучало. В СМИ, вот реально зарегистрированные СМИ, что на радио, что на телевидении, что печатном, я практически никогда не видел мата. Я его не видел, его нет. Нет, его нет практически. Его нет там. В комментариях, да. А на СМИ, по-самому, как я говорю. Но в текстах. В тексте, контакте, его нет. Нет, ну, в принципе, в СМИ... Это для блогеров придуман закон. В СМИ, как правило, и в большинстве своем работают люди, ну, хотя бы 10 классов-то образование имеющие, ну, хоть какие-то навыки, там, отбор все-таки людей. Нет, внутренняя цензура, корректура. Внутренняя цензура, корректура, да. Как без этого. Вот. С этим все понятно. А вот сейчас, смотрите, я подумала, мы с вами говорили в перерыве. Это, наверное, Юрий... Вообще, закон о намеках, вот, это все самое сложное. Вот, сейчас к намекам. Нет, я сейчас к намекам. Сказанным, несказанным будет делать там местный Роскомнадзор. Я сейчас к намекам перейду, но я договорю. Вот кто мне скажет? Вот, смотрите, мы сейчас с вами говорили. И такое часто бывает на радио. Мы сейчас с вами говорили, и у нас просто взяли трансляцию и забыли отключить. И все, что мы сейчас с вами наговорили, ушло в эфир. Но мы не матерились. Ну, пока. Вы не матерились, а я обозначала некоторые слова, не произнося. Ушло в эфир, однако. Вот, ушло, что будет? Такая техническая накладка произошла, да? Да, техническая накладка. Предупреждение будет. Это, знаете, это же очень много на музыкальных радио. Сидят две ведущие. Раз, значит, музыка пошла, они песенку включили, они, знаю, где-то 3,5 минуты. Рычажок на пульте не дотянуло. Я сколько раз слышала, идет музыка, под это обсуждение колготок и прочих очень личных... Недавно на России прошло такое. Вещи. То есть, вы знаете, такое бывает. Бывает. Это будет наказуемо, если не про колготки, а, допустим, у человека настроение плохое? Предупреждения, по идее, должны выписать. Должны. Хорошо. Вот, Юрий Львович, та тема, которую вы подняли, она очень и очень важная. Вот смотрите, когда человек, вот все эти слова, на все эти буквы пишет открытым текстом, я это понимаю. Все наказуемо взяли, лишили лицензии, все. А когда ты оскорбляешь человека, автора и так далее, даешь оценку ситуации тем набором слов, которые совершенно четко при малейшем каком-то образном мышлении создается картинка. Скажите, пожалуйста, к этому как относиться? Скажите, пожалуйста, как относиться к тому, что, минуя эти всего лишь четыре слова, человек, допустим, пишущий отзыв на какую-то статью или еще что-то, не отзывается, а пишет об авторе. Я с этим просто очень часто сталкиваюсь. Оскорбление, вот, не жаль. Я думаю, что очень умные люди, которые работают в Роскомнадзоре и в других государственных органах, этот список в ближайшее время и расширят. Будем говорить только на языке Пушкина. Великий и могучий русский язык? Да Пушкин, правда, много употреблялся. Одной части Пушкина. Да, одной части, которую мы можем... Ребят, вы почитаете про Никиту, сорок его дочерей, румяной зарею покрылся восток. Я говорю, литературными словами, которые... Про царя Никиту там есть слова из запрещенных Роскомнадзором, я вас уверяю, ребят. Языком Достоевского. Елена, на ваш вопрос я отвечу так. У меня есть ряд знакомых, которые довольно часто есть за границу. Так. Они там меняются напрочь. Что значит менять? Сейчас скажу. Там есть же вот такие оскорбления, вот как мы говорили в паузе. Если же кто-то где-то опубликует на сайте, его засудят так, что мама не горюет. И там все молчат. Там такого не может быть, потому что не может быть. А у нас это все дозволенность. Если оскорбили, в суд. В суд. Вот одна дорога. Понятно. А это есть вплоть до уголовной статьи. Понятно. То есть ничего совершенно непонятно. То есть иностранцам... Какие слова нельзя произносить? Вот слова нельзя... Каждый на свой вкус не трактовал. А остальное действие закона прямое, оно будет действовать. Нет, подождите. Вот я прекрасно знаю, что, допустим, недавно была на мою публикацию, был ответ, опубликованный Госнаркоконтролем. Там есть такие слова, что в статье допущено ерничество. Ну, допустим, вот я считаю, ерничество это абсолютно субъективное. Ну, внимательно. Субъективное, конечно. Это же субъективные границы. То есть, понимаете, надсмехаясь, хохоча, издеваясь, поливая вот сверху вот этим вот, да? Хорошо, что корова не летает, да? Вот. То есть у нас всегда, что бы ты ни делал, у нас, опа, субъективная позиция. И то есть ты что, ни делай, лишь бы ты сам не написал эти четыре слова. И люди, которые дают комменты, лишь бы не написали четыре слова. У меня вопрос. А вы не считаете, да? Их производное. Это, на самом деле, очень много слов. Их производное. Ну, производное, их много, но можно избежать, понимаете? Я вам в перерыве приведу примеры, очень смешно будет. Вы не находите, что это профанация? Что это полная, вот, извините, профанация. А вот, смотрите, вот на многих сайтах существует система, ну, люди ставят для того, чтобы этот мат как бы автоматически отлавливать и удалять. Это фильтры. Но эти фильтры наши люди до того хитрые, русские. Это очень здорово. То есть они, допустим, слово из четырёх букв напишут через пробел. И любой лингвист скажет, что это не это слово. Это четыре отдельные буквы. Но это не составляет целое слово. Ну, понятно. Дальше он может написать одну букву русским, другую английским языком. Это уже. Вот Галустян, да, когда он произнёс слово «опа», он чертил такой округлый, такой раскруглый, и посерединке, значит, ещё провёл ручкой. И все поняли, что это «опа», она на самом деле чё является, но никакой лингвист, вообще ничего. Правда, это слово и не отнесено. И не отнесли, и обсуждали, разумно, золи признали литературой. Ну, Раневская, помните, как говорила, да, про это, про «опа»? Да. Чтобы у человека есть, а говорить нельзя. Говорить нельзя. Раневская вообще очень много чего говорила. Вот, и поэтому у меня... Вот вы мне так и не ответили. Всё, что сейчас обсуждается, всё, что сейчас... Ребят, это не профанация. Это, по-моему, это, знаете, не напиши этих слов. Я думаю, что наши радиослушатели вот такие... Ну, если не все четыре, то три слова вспоминают, когда слушают наше обсуждение. Я тоже думаю. Юрий Львович, можно ли расценить ваш завуалированный ответ, как согласие со мной, что мы просто вот обсуждаем достаточно забавную тему? То, что не надо разговаривать матом, в эфире я, конечно, поддерживаю. Это у нас какое сомнение было? Мы с Володей каждое утро как сядем, так мучаемся. Будем мы матом сегодня или не будем? Если есть государственные органы, которые озабочены, то мы должны принять. Вы хорошее слово сказали, они озабочены. Вы привели пример, какое количество озабоченных людей работает в этих структурах и пишут вот эти удивительные вещи. Но я так полагаю, что все, что произошло, идет обсуждение. Мы просто обсуждали, потому что в конце года событий маловато, да? Ну вот. Вот и все. А изменит ли что-нибудь? Изменит ли что-нибудь? Да нет, ну конечно изменит. Ну, пару сайтов закроют, я думаю, не один. Да вообще есть такие прецеденты? У нас в Кировской области, по-моему... Ну есть. Нет, в Кирове нет, а Росбалт. Росбалт, пожалуйста. А что там... На Ютуб выложили ролик из, по-моему, по Тебаркульскому, это метеориту, где сплошной мат идет. И все. Подождите, ребята, скажите мне, пожалуйста, если у вас в небе вот такое летит, вы что будете говорить? Это знаете, это как... Можно запикать. Чего запикать можно? Нет, другие многие показали, но запикали. Или вообще звук убрали и свой наложили. Нет, и идет пиканье, да, и каждый сам озвучивает в меру своей испорченности. Нет, я вам говорю о том, что людей я понимаю, да? И я, наверное, сама... Помните, как анекдот про детский сад, когда дети приходят, заведующий, говорят, родители приходят, говорят, дети начали материться. Пошли искать, кто источник мата. Строят веранду, два рабочих. Им говорят, это вы. Они говорят, нет, вот он мне вчера с крыши на голову, фу, да, на голову молоток уронил. Так вы знаете, что я ему сказал? Я ему сказал, Вася, ты не прав. Понимаете? И все смеются, да, потому что знают, что сказал Вася. И все прекрасно понимают, что говорили люди, когда видели в небе то, что летит. И у всех было осознание. Может быть, это последняя секунда рождения. Нет, просто тиражировать этого не надо. Тиражировать не надо. Вот в чем мы, собственно говоря, и... Можно я процитирую еще одно мнение главного редактора по этому поводу главного редактора «Вятской особой газеты» Николая Голиков? Мы пытались его подключить, но, к сожалению, приболел сегодня. Он очень болен, да. Вот он, что сказал, да. Я очень рад, что Роскомнадзор огласил этот список. Потому что был промежуток времени между принятием закона и публикацией этого списка, в который СМИ не знали, за какое именно слово они могут получить санкцию. Теперь же мы это знаем, и, соответственно, этих слов употреблять не будем. Что касается остальных незапрещенных ругательных слов, то мы будем их использовать в нашей газете, будем использовать русский язык во всем его многообразии. Минус четыре слова. Ну, я же говорю... И производные. Я же говорю, кризис жанра. То есть половина. Нет, ну, в конце концов, такое количество людей работает на эту тему. Они же должны хоть чем-то объяснить, хоть чем-то объяснить, зачем они получают, и на каком основании они получают свои зарплаты. Только без этих четырех слов не объясняйте. Вот они и объяснили. Минус четыре слова, а дальше... Потому что мы как богато говорили, так и будем говорить, но забудем четыре слова. Нет, ну, если понравится, аппетит приходит во время, иди к четырем словам еще добавить. Еще четыре, еще четыре, еще четыре. Смешно. Ну что, спасибо нашим гостям, Юрий Шлемензон и Николаю Пихтин. Спасибо большое. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы были, и вас с наступающим Новым Годом. Да, впереди новости, мы вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова